Субтитры делал DimaTorzok Покемонов нет А то говорят, здесь они толпы, прям толпы не бегают в центре города, не видели? Покемон не пробегал случайно, не видели? Кажется, меня приняли за городскую сумасшедшую, хотя в свете последних событий вопрос о покемонах как никогда актуален Весь мир взбудоражило и буквально захватило в своей сети приложение Pokemon Go Эта игра заставляет всех пользователей выйти за пределы своего дома, чтобы поймать виртуального карманного монстра Сабр Юлдашев ради редкого покемона готов и горы свернуть, и в зерослях кустов его поискать Как только приложение наделало столько шума, парень тоже решил попробовать в него поиграть И теперь его от телефона за уши не оторвешь Об этой игре я узнал из интернета Скачал где-то неделю назад Просто прочитал инструкции, как ее правильно играть И просто мне понравилось, и решил поиграть в нее У меня как раз с работой я пытаюсь эту игру совмещать Это та игра, в которой не надо лежать на диване и тупо ее играть Тут надо ходить, искать В итоге я набрал, то есть нашел 18 покемонов за одну неделю По-моему, я уже весь город обошел ради этих покемонов Но будем искать еще дальше Мне эта игра нравится, но нет такой зависимости, чтобы целый день на эту игру потратить Если, конечно, она будет много времени у меня отнимать, то я без проблем могу от нее отказать В игру играть проще простого Загружаешь приложение, выбираешь внешность персонажу, никнейм и ты в игре Главной целью игрушки является поимка покемонов Которых в нашей стране, например, аж 250 штук Чтобы их поймать, придется напрячь не мозги, а ноги Игра дополненной реальности предполагает продолжительные хождения Ведь покемоны могут прятаться в различных уголках города Поймав карманного монстра в специально установленных местах на карте города Его можно прокачать и сразиться с другими пользователями К слову, покемономания покорила мир еще в конце 1990-х годов В это время вышла игра Pokemon Red and Blue, а в 97-м вышел одноименный сериал Покемоны правили миром несколько лет и стали неактуальны Но мода на самом деле циклична И игрушка в обновленном варианте вернулась к нам в этом году Мега популярная игра разделила мир на две части Одна половина за это приложение, другая бастует против Так что же в ней опасного или полезного? Пользователи, уже оценившие игрушку, рассказывают, что во время ловли покемонов Полностью отключаются от внешнего мира В городе это может быть опасно И даже обычный переход через дорогу имеет шанс стать смертельным Еще одним минусом является быстрая потеря зарядки на мобильном А для того, чтобы игра грузилась хорошо, вам понадобится отличный и быстрый интернет Который у нас в городе, увы, не везде ловит Для любителей ловить покемонов нередки случаи получения ушибов и ссадин Ведь когда впереди ждет карманный монстр, геймер бежит к нему, не замечая препятствий Выход есть всегда Берите с собой на прогулку друга или подругу Незаменимый помощник спасет вас от непредвиденных опасностей И даже убережет от кустов колючей розы Из плюсов пользователи выделяют тот факт, что геймерам приходится выбираться из своих домов и наматывать километры по городу Так, если оторваться от игрушки, можно увидеть новые места в городе Познакомиться с другими покемономанами или просто принести пользу организму Научно доказанный факт, что ходьба делает нас в несколько раз здоровее Тренирует сердце, выносливость и даже убирает сантиметры на талии Желающих убрать сантиметры на талии, гоняя за покемонами, в Шумкенте пока немного Игра в нашей стране только набирает обороты Там же, где приложение появилось с первого дня выпуска, парки и людные места в городе Собирают толпы охотников за карманными монстрами Играть или не играть – выбор за вами О несчастных случаях можно избежать, если быть чуточку внимательнее К слову, в связи с последними событиями страховые компании начали предоставлять страховку за полученные во время игры травмы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok